самокатчиков по городу целая куча он идти на куба для себя серьезно как инвалид а сейчас расскажу о том что мне больше всего не понравилось или точнее то о чем я давно хотел поделиться я к за все это время вот у меня там 850 почти километров за две недели ничего не подкручивал там никакой болтик ничего вообще не трогал кроме одного подкачал колеса там у меня было с коробки я на нем отъездил в районе 400 километров все остальное на накачанных накачал я их до 4 атмосфер как все советуют смотр когда накачивал с завода было в районе двух двух с половиной но они все равно они прям дубовый ты не понимаешь там два ли но вот я до 4 плюс еще оставил на пшик но там в районе до трех с половиной до четырех есть в каждом но это было уже в районе там дней пяти шести назад надо проверять говорят все равно каждую неделю и так в чем фишка после того как мы накачали колеса 4 атмосфер здесь нет подвески за счет этого тебе все в руки бьет когда у тебя два с половиной атмосфера колеса кочки съедают более-менее вот эту плитку съедает по чуть чуть все равно нет не прям что прям конкретно но есть когда я это это накачал до 4 атмосфер все каждая вот эта вот плитка каждая кочка она просто бьет тебе в руки ты когда встаешь на него едешь вот так вот руки вверх вниз они у тебя болят он у меня мозоли на руках но советует четверочку почему опять же советует потому что когда у тебя колеса два с половиной два атмосфер то есть кто-то писал что что-то с камерой низ камера самой покрышкой бывает что там что-то съедает что я не помню уж увеличивается пробег если у тебя колеса 14 накачано и опять же таки увеличивается разгон как быстро ты набираешь скорость не знаю кому как я уже почти привыкну в начале первую неделю я катал я не мог когда ты 400 километров ездишь и тебе ничего не бьет а после того как ты накачал значит на четверочки начинает трясти руль тебе чуть-чуть не становится непривычно если купили тогда уж ставьте сразу четверку чтобы не привыкать к двум к двум с половиной пишу на фронталку надеюсь плюс кстати по поводу того вес если накачать колеса до 4 атмосфер если при моем весе в 90 его шатает ну прям руки отбивает тут мы ехали вдвоем вес общий около 140 килограмм вполне вполне неплохо то есть уже не отбил вот эти кочки те в руль не бьют то есть все зависит от вес дайте ответку в комментариях чего будет если катать при трех атмосферах на колесах он должен ездить помягче все равно главное чтобы колеса не заживала там бывает это читал что потом приходится новую новую покупать блин может кто знает или кто вообще шарит будет к полезно очень круто кстати по самокату потому сколько он везет я 90 килограмм девочка 50 45 ну 130 140 спокойно в горку такую среднюю но блин горку ехал на спорт режиме с прошивкой 25 километров вообще без проблем вот вдвоем встаем на нее и пожалуйста в горку гнали сейчас хотели каршеринг взять этих самокатов лето в екатеринбурге нет свободных по несколько по центру разбросаны но они севшие там по 10 процентов так но если кататься вдвоем то есть при весе в 140 килограммов то батареечка садится достаточно быстро то есть при 140 не знаем если он в 90 едет по дальности 45 на дэшке 40 километров если смешано чуть не завалилась то без этого даже на дэшке при килограммах там больше сотки ну там 120-130 не знаю будет проезжать я думаю 30 . максимум потому что батареи катает классно когда ты весишь мало можно кататься на нем весь день про крыло я в прошлом видео говорил не говорил что все советуют делать поддержку крыла короче когда я купил катал 200 километров 400 никаких проблем вообще замечено не было думал зачем поддержка то есть все говорят что она вот так вот бьется об колесо на каждой кочке я катал 400 километров говорил блин о чем вы какая ерунда нормально все то есть ничего не ломается смотрел на ю тубе тоже кто-то так рассуждал но после 400 километров когда накачал до 4 атмосфер все вот это каждая кочка она прямо пружинит и у меня на каждой бордюрке на каждой плитке вот это вот бьется крыло вверх вниз и в итоге если долго катать на 4 атмосфер колеса и много кочек рано или поздно я смотрел фотки там в телеграме кто-то отписал вот здесь начинает трескаться вот так вот поэтому конечно лучше приобрести поддержку крыла блин насчет поддержки опять же telegram помог сейчас я покажу захожу в telegram вот пожалуйста поддержка крыла версия 4 косяки исправленные а пыльники теперь не теряться не будет это самая последняя версию мне скинули это файл для 3d печати то есть вот сюда где-то крепится если тут снизу прикручивается поддержка крыла становится на на руки мне не доходят потому что опять же по цене я на авито смотрел много кто у нас в катеринбурге печатают цена вот этой поддержки чтобы ее напечатать нормально этот файл который мне скинули что-то около 600 700 рублей потом плюс это делать пока что блин забил пока что этим не занимаюсь даже не заказывал вот ссылка может видно народ от что-то за что 48 вольт предварительный заказ на обновление батареи 48 то есть можно почитать а мне скинули это предзаказ на какую-то батарею кто-то начал заниматься в телеграме то есть прямо по два сделаю батки 53 километра в час он начнет ездить я не помню но там цена такая достаточно космос блин это почти как еще один купить сяоми про чтобы кататься семьей ну давайте еще раз мысли кому надо за или запишите но я еще наверное когда буду монтировать ссылочку оставлю кстати по кстати по поводу прошивки хочу опять же поменять тридцатка одну блин батарею жрет все равно я хочу настроить прошивочку так чтобы у меня одежка ехала не 25 26 а в районе 22 с к ехала не 30 не 25 27 то есть мне вот этой скорости по городу куда-то прям вообще за глаза хватает вот кто пишет в комментариях что нужно 50 километров все что-то блин ну покатайтесь на нем возьмите сами может быть на каких-то dual tron of прочим конечно такая там ездить этому там ездить можно так на на dual tron of как делать можно там и подвеска есть и переднее заднее колесо то есть все по кайфу там наверно они еще даже с он гоняют самокатчиков прям куча очень много аренды и велосипедистов молодить вот прокатить по 50 километров а летом почти везде столько народу а детишек очень много врежешься где-нибудь и все скорее всего там даже есть на некоторых и камеры стоят и амортизация хорошая но на этом ты поедешь 50 ты просто вот на каждой точке будешь так трястись и рано или поздно разобьешься нахрен блин это не то где-то самокат не для скорости он смотрите у нас гоняют вообще он раз два три такая ерунда стоит 50 рублей начала аренды потом к каждая минута 5 рублей час короче около 350 выходит это цена в экатеринбурге кто-то задавался вопросом кто из экатеринбурга смотрит покупал я данным не рекламу чего-нибудь 70 подписчиков покупал я в интеллекте это магазин полу интернет у нас их два в городе там просто цена была самая вкусная 45 на авито их не было сейчас на авито появились по 42 косаря но на этот еще и гарантия какая-никакая есть так сейчас зайду в творческую студию на youtube посмотрю что там из последних комментариев ну вот спрашивает максимальная скорость не маленькая блин еще раз не маленько 25 хватает но именно этот ну по надежности конечно круче всех то есть даже dual троны которые нужно покупать во первых там в районе сотки за 70 там или какие-нибудь куги которые стоят 30 их нужно дорабатывать нужен гараж нужны инструменты у меня из инструментов дома блин одна отвертка до молоток я этим не хочу заниматься поэтому я выбрал именно макса тут каждому свое хотите ремонтировать хотите что что-то можно взять куга не сказать что они прямо очень сильно плохие но в двух словах 850 километров с ним ничего не случилось едет кайф ну люфтить начал люфтить начал конечно год хотел сказать про аксессуары забыл чуть не выключил видос эта херня она не помогает я курьером подрабатываю цепляю когда нужно забежать магазин забрать заказ либо там на пятый этаж быстренько заскочить отдать посылку сумка сумка фуфло полная то есть почему опять же вот это вот ерунда маленькая закрывает у меня фонарь то есть если брать то брать немножко другой формат я сейчас все покажу там такой гробик берется у него вот эти лямки они побольше и он вниз опускается то есть висит все равно пониже и фонарь не закрывает вот эта ерунда тоже полное во первых закручивается во вторых вот эта херня слетает видите уже сюда переклеил потом нужно просто на супер клей как-то припомбать но я взял в городе просто здесь не захотел с алика ждать месяц он будет идти взял здесь за 450 или за 500 рублей так они там стоят на алике по 300 по 350 но лучше брать которая прямо зажимается они закручиваются это ерунда еще каждый раз подтягивать и вот эту взял для того чтобы возить там что-то там у меня маска за запасная что в магазинах ничего не продают и паффербанк если брать замок то брать не 8 миллиметров не 6 а там миллиметров 12 а вообще лучше катать всегда его с собой потому что в чате у двоих уже прямо вытаскивали из-под носа кстати да в чате был парнишка но его в тот же день самокат нашли то есть он в москве или в питере просто также санка там приехал оставил видимо курьеру тинькова был или чё ли пошел отдавать в 20 метров просто кому-то в машину заглянул начал отдавать документы у него утащили самокат но он подал тут же заявление его вечером уже нашли но не всегда так везет поэтому лучше крепить то что тут кто тащит их они знают что они складываются очень легко взяли утащили там тем более его сразу же погрузили в машину и увезли потом по песни просто или до песни остановили открыли а там он лежит там тоже за счет того чтобы приметы раскидали всем постам как выглядит самокат что у него там какой-то желтый замок было прочее его поэтому быстро нашли то есть если брать то брать вот такой 18 миллиметров замок вот он нормально держится и стоит там в районе 600 рублей если брать сумку то она должна быть вот такая как гробик замочек для телефона вот эта ерунда я хотел ее прицепить чтобы там фонарик все что но потом подумал зачем мне я этим не пользуюсь для бутылочки тоже все почти всегда с собой рюкзак решил не брать гудок гудок если надо ну блин полтора косаря мне вот своего хватает как раз и опять же из-за гудка может быть и можно было ездить 40 но вот эту ерунду не не очень сильно слышно поэтому все равно как без пешеходами ну во первых я не разгоняюсь а когда вижу когда нужно кого-то обогнать притормаживаю ну и тогда все нормально работает все отходят покрышки по 1200 рублей в чате кстати в телеграме какой-то парень продавала оригиналы по 2 косаря он дал трон можно за 99 купить с кучей допов типа почти новый там у него пробег что 400 был столько сарей стоит зачем столько сарей тратить когда можно купить за 40 до 50 и ездить на нем то есть он вам за лето грубо говоря окупится если вы съездите много а если как стрёмный гоняет 500 километров за год ну тут конечно у него и бабки есть я купил вот такую вот сумку ну вот я ее показал я ее брал здесь за 900 рублей потому что она мне очень была нужна для работы чтобы там пауэрбанк таскать так конечно лучше гробик заказать равна ли вот такая ерунда стоит 700 рублей по подшипникам вот перед 6001 зад 6003 плюс еще сальники нужны вот так выглядит сайт по прошивке то есть там все инструкции у меня он сразу переводится английского на русский поэтому все понятно было так что заходите в чат кстати сейчас скажу я в чате как ракета записан так что если что зайдете пишите привет мне будет приятно кстати начал гонять в яндекс идея так что видос будет на канале про то как на самокате работать курьером а именно в яндекс идея либо там по деливере одно и то же если будет интересно подписывайтесь скажу в двух словах что пешком адская работа на самокате оттой на велосипеде адская работа на обычном самокате адская работа вот на электросамокате можно погонять но опять платит немного так режим пешехода режим пешехода вот на этой фигне ну на наймбуд макси такое все занятие это просто маркетинг он ни хрена не работает а это еще нельзя включить через пульт нужно включать приложение останавливаться включать режим пешехода потом включать приложение отключать его ну такая за затея чтобы отключить не знаю может он это сам отключать когда стартуешь но я чисто это для тестов дел вообще никак не помогает он у меня на каталоге может быть вставлю сейчас фрагмент по поводу круиз-контроля не круиз-контроля режима пешехода на этом я пользуюсь именно приложением m365 tools он скачивается с play market в нем больше информации сейчас покажу сразу меня подключился 817 пробег сразу зарядку видно есть графики можно настраивать добавлять себе тут даже чтобы он отслеживал трекал вас сфотка полностью тут можно и круиз-контроль поменять и уровень рекуперации у меня низкий чтобы накат побольше был ездил на высоком не знаю батареи это сильно не помогает что на высоком что на низком средний пробег там около 40 километров он если ты ездишь на на спорте и на дэшке и также аккумулятор то есть и сразу по ячейкам видно если же пользоваться и включать режим пешехода это нужно сейчас его выкручить нужно включать приложение сиглайн бот макетом сам обновился так позднее так вот он режим пешехода где-то совет всем включается то есть вы когда шагаете он начал мигать он включая скорость и поддерживает около пяти километров в час но на самом деле его и без него очень удобно толкать я это этим редко пользуюсь на самом-то деле и также выключать то есть каждый раз заходить вот в это приложение такое себе занятие потому что чтобы в него зайти ну то есть может по bluetooth подключаться только одно приложение либо это либо то то есть если вы этим подключились нужно включить выключить самокат включить включить это приложение и подтвердить соединение сейчас тест-драйв не тест-драйв а так называется когда ты делаешь то но как то что ты делаешь обычный тест короче да без режима пешехода кать женщина самокат 20 килограммовый сейчас включаем смотри вот ты катишь его без сейчас включу это же стоит остановись остановились окей все погнали режим пешехода чуть-чуть на сколько ну вот говорит совсем чуть-чуть полегче ненамного но перед ним для этого нужно зайти в приложение короче если ты мужик и весишь сотку то тебе нормально как бы вообще без разницы а если ты маленькая девочка 45 килограмм то включая режим пешеходов будет полегче кому-то если уходит есть какие-то вопросы вы задавайте мне их я либо отвечу в комментарии либо скорее всего буду в видосы там в 3 минуты выкладывать по именно по каким-то моментам и все все всем спасибо давить пока